Здравствуйте! Это СтопФейкНьюз. Мы опровергаем неправдивую информацию о событиях в Украине и говорим о темах, связанных с информационной войной. С вами в студии Марго Гантар. Канал Минобороны Российской Федерации «Звезда» в очередной раз попался. Показали 1 августа сюжет под названием «Нацгвардия обстреляла Горловку по циничной шутке и смех». На первых 15 секундах видно, как ведется огонь из боевой машины пехоты БМП в неизвестном направлении. Украинская армия штурмует Горловку, беспорядочный огонь и циничные шутки. Это весело очень. Судя по видео, атака доставила украинским военным немало приятных минут. Они смеялись и отпускали циничные шутки. Так говорится в тексте под видео. Новость появилась также и на других ресурсах, вроде maxpark.com, позже страница была удалена, но сохранилась в кэш Nissan.net.ua 24.news.ru. На самом деле, это видео телеканала «Звезда» было склеено из двух разных видео, опубликованных раньше на ютуб-канале «А то не Украин, а то в Украине». Так, первое видео, где БМП ведет огонь в неизвестном направлении, было опубликовано еще 30 июня. Опять обстрел, сука, и опять по нам, блядь, ребята. Второе с комментарием человека в военной форме 22 июля. Ну так у нас сегодня весело. Вчера был уявлен день рождения. Мины прилетают очень хорошо, танк работает по нам. Оба не имеют отношения к обстрелу горловки 1 августа. История о создании разного рода автономии на территории Украины все не дает покоя не только российским, но, как оказалось, и украинским СМИ. Еще в марте и в июле российские СМИ сообщали о закарпатских русинах, которые якобы требуют автономии. История вернулась снова. И вот, с конца июля в новостях продолжение сериала теперь о якобы создании в Черновцах Ассамблеи Румын-Буковины, делегаты которой требуют автономии румын, а также их особого статуса в Украине. Так, об этом сообщили украинские аргументы и факты, и комментарии, а также российские Russia Today и Известия. Нужно сказать, что впервые эта новость появилась на малоизвестном сайте nr24.org. Согласно новости, участники собрания якобы жаловались на экономический кризис, безработицу, отсутствие возможности обучать детей румынскому языку. Дарина Киртуаке, которую называют в материале координатором Ассамблеи, якобы предложила идею создания буковинской автономии в составе Украины. Идею поддержали единогласно, сообщается в тексте новости. В статье неоднократно упоминалось, что все принятые решения, резолюции будут направлены не только по адресу органов власти Украины, но и в официальные инстанции Бухареста. Однако, стопфейк не удалось найти подтверждение того, что подобная конференция состоялась в Черновцах. Неизвестно ни точное время, ни место проведения. Все крупные румынские активисты региона утверждают, что названные в материале персонажи выдуманы и не выражают позицию румын-буковины. Вот несколько цитат. Если бы такое событие в Черновцах состоялось, я бы знал об этом одним из первых, заявил изданию молодой буковинец Василий Быку, председатель Черновицкого областного общества румынской культуры имени Михаэ Минеску, насчитывающего около 10 тысяч членов. Он уверен, что названных в публикации активистов не существует. О некой ассамблее никому на Буковине не было известно до появления этой медиапровокации, говорит представитель румынской общины Аркадий Апайц, глава областной лиги защиты прав человека и национальных меньшинств. Информационная провокация для дестабилизации ситуации на Буковине. Так это назвал Николай Тома, главный редактор румыноязычной газеты «Зарили Буковиней». Провокаторы пытаются искусственно перессорить украинцев с румынами в Черновецкой области. Очень четко прослеживается стратегический почерк Кремля. Похожими методами был создан конфликт на Донбассе. Румыны всегда были толерантными. Ни о какой создании автономии никогда не говорилось. Со своей стороны могу подтвердить, что руководство Украины всегда поддерживало и поддерживает румын. Мне, как представителю румынской общины на Буковине, никогда не было известно о каких-либо фактах нарушения прав на смешин в Черновцах и области. Никто здесь никогда никого не притеснал по национальному признаку. Эта информация возникла не случайно, а рядом с провокационными сообщениями, возникшими в других частях Украины, особенно пограничных, отмечает Сергей Гакман, кандидат исторических наук, представитель румынской общины Буковины. Она появилась после информации о создании ассоциации бессарабцев. Сергей Гакман особенно подчеркивает моменты, указывающие на то, что это фейк. Во-первых, этих людей в Черновцах никто не знает. Также фамилия одной из названных активистов Дарины Киртаке не характерна для Буковины. Она переделана из фамилии мэра Кишинева, которого зовут Дарин Киртуаке. Кроме того, когда румыны в Украине проводят мероприятие, то надписи на баннерах, как правило, или на румынском языке, или двуязычные на румынском и украинском. Почти никогда только на украинском. Особенно, если мы говорим о почти экстремальной организации, которая хотела бы автономии. В данном случае надпись на баннере была только на украинском. Еще один момент, о котором говорит Гакман, что упоминаемая северная буковина – это советская калька, которой до сих пор пользуются россияне. Румыны же, по его словам, используют выражение «север буковины» или «северная часть буковины». Следственный комитет Российской Федерации под редакцией главы ведомства Александра Бастрыкина издал так называемую «Белую книгу преступлений». Вне собраны якобы свидетельства участников событий, фотодокументы и материалы международных организаций, которые фиксируют военные преступления на оккупированной террористами территории Украины. В пресс-службе комитета говорится. Следственный комитет Российской Федерации не вправе оставаться в стороне от этих трагических событий и считает своим долгом тщательно фиксировать все преступления, совершаемые националистическими батальонами и вооруженными силами Украины, свидетельство нарушений прав человека в Украине и самого главного права – права на жизнь. Мы оперативно возбуждаем уголовные дела в отношении военных преступников и националистов. Эти уголовные дела расследуются максимально скрупулезно, с тем, чтобы виновных настигло справедливое возмездие. Утверждается, что это, цитируем, «объективный анализ ситуации на юго-востоке Украины с позицией соблюдения прав человека и принципа верховенства права». Но даже фото на обложке этой книги – фейк. Об этом, в частности, сообщает российский журналист Илья Барабанов. Такого взрыва и пожара в Донецке, конечно, никогда не было. Фотография фейковая, о чем много раз писалась. Но даже в таком деле без жульничества в Следственном комитете обойтись не смогли, написал он в Facebook. Об этом же сообщил в своем блоге на Твиттер и посол Украины в Австрии Александр Щерба. Стопфейк уже писал об этом изображении. Оригинал был взят на странице Донецкой фотостудии, после фото было обработано с нанесением изображения неестественно сильно вспыхнувших пожаров. Наш проект существует уже почти полтора года. За это время мы разобрались с сотнями фейков. При этом мастерство авторов пропагандистов растет день от дня. И мы наблюдаем постоянные изменения в поведении пропагандистских медиа. Об этом мы сегодня поговорим с российским журналистом и социологом Игорем Яковенко, который известен своим анализом российских медиа. Безусловно, сейчас основной прицел на антиамериканизм, антизападничество, создание вот этой истерии по поводу того, что нас пытаются уничтожить, это практически простости проявляется, вот эта вот совершенно фантастическая история с уничтожением санкционных продуктов. Это, безусловно, свидетельство того, что основную угрозу сегодня власть видит не внутри России, а именно в том, что нарастает изоляция, это свидетельство о том, что в общем, на самом деле, в путь с теми режимы все-таки приходит к конец, и он поступает в свою завершающую стадию. Я думаю, что об этом свидетельствует и вот недавний опрос общественного мнения, который был проведен в целых в странах, было опроса 45 тысяч человек, когда совершенно очевидно, что вот эти все наши пропагандистские миллиарды, которые вкладываются и прошут идеи в ступниках, во все эти излучатели внешней пропаганды под руководством Симонина и Киселева, все это, в общем, довольно беспорядно, потому что подавляющее большинство граждан во всех странах мира без исключения, то есть все континенты относится сегодня к России негативно, а к Путину особо негативно. Так что вот тут есть определенная сибирь. Дело в том, что действительно в основном ожидание угрозы изменило, с запада, а пропагандистские информационные усилия направлены вовнутрь. То есть вот такая вот своеобразная информационная заговорка. То есть речь идет о том, что вот эти вот внешние политические, внешняя пропаганда, она, в общем, довольно бессмысленная и бесполезная. На сегодняшний момент. Был момент, когда она была эффективна, действительно, кого-то на Западе удалось убедить в том, что Россия права сейчас, это абсолютно бессмысленное занятие, и речь идет просто о распиле тех миллиардов, которые в бюджетах и в них будут в этот сезон бросаться на пропаганду. То есть ситуация изменилась, и она изменилась довольно резко за последние годы. Спасибо. Вы сразу ответили на мой второй потенциальный вопрос о том, на кого направлена эта пропаганда. Перейду к завершающему. Питер Померанцев писал для Financial Times о том, чем, на его взгляд, можно победить пропагандистскую машину Путина. Он говорит о сериалах и новостях. А какой вы можете дать совет? Что можно противопоставить этой машине и можно ли? Ну, прежде всего, надо уточнить адресат этого совета. То есть кому советуем? Если мы советуем все-таки мировому сообществу, то я думаю, что, возможно, два таких совета. Совет номер один. Совершенно необходим международный общественный прибывной. Почему международный? Понятно, почему общественный тоже понятно. Потому что, прежде чем обращаться до... Прежде чем, для него был очень широкий спектр международных преступлений, которые совершил путинский режим. Это прежде всего выступления в информационной сфере. То есть нужен международный общественный прибывной, в котором вещи должны быть названы своими именами. То есть то, что делают сегодня наши российские пропагандисты, это, безусловно, то самое преступление, которые в свое время судили Мюнерсу Штрейхера в Нюрнберге, которые судили в Руанде, людей, которые устроили геноцид. И этот геноцид был спровоцирован, организован, прежде всего, теми медийными орудиями, которыми являлись собрали тысячи холмок и другие СМИ. Вот такой трибунал необходим над нашими пропагандистами типа Соловьева, Киселева, Мамонтова, так сказать, Добродеева, Валердеса и так далее. Это необходимо. Кроме всего прочего, необходим, безусловно, турбинал над теми, кто организует и посылает попосредственно в Донецк, в Луганск, так называемых добровольцы. Это же целая индустрия. Это первый совет. Международный общественный прибывной. Убиллый убит. И второй совет. Это, безусловно, создание какого-то современного колокола. Как Герцин в свое время создал колокол, который, так сказать, из-за рубежа сообщал, что из себя представляет там башня российского государства. В целом должен быть такой колокол. Колокол может быть в виде просто личного телеканала. Он должен быть не таким телеканалом, каким является, например, то, что сегодня мы имеем, то, что вещает из-за рубежа. Он должен быть по колорусству Аль-Джазира. Не по контенту, конечно, не экстремистская, а просто действительно абсолютно такой творческий, сильный телеканал, в котором речь не идет о противостоянии, о контрпропаганде. Это не бессмысленно, нельзя идти вслед за повестки дня. Нужно просто формировать другую альтернативную повестку дня для России. Я показываю, что из себя может представлять Россия, если она отправится от этого путинского кошмара. Это тема отдельного большого разговора, но это, в принципе, определенный шанс обойтись без крови при выходе из этого путинского мрачного Средневековья. Я думаю, что это вполне верно. Спасибо за ваши ответы и что уделили нам время. Спасибо вам. Удачи. С нами был Игорь Яковенко, журналист и социолог. Это был выпуск StopFakeNews. Делитесь выпуском, комментируйте, ставьте лайки. Это наша с вами обратная связь. Предлагайте также темы для выпусков и присылайте информацию, которую стоит, на ваш взгляд, проверить. На почту или через форму на сайте «Сообщить о фейке». Кроме этого, вы можете нас поддержать, перечислить средства на наш счет, которые находятся на сайте в разделе «Поддержать проект». Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok